Всем огромный привет, добро пожаловать в моё видео, и спасибо вам огромное, что смотрите, комментируете, подписываетесь, продолжайте так делать, окей? Сегодня я так мило выгляжу, эта помада мне вроде бы идёт, да? Я не знаю. Я её купила, когда ещё Ника была у меня, и мы что-то пошли с ней в супермаркет, и я увидела эту помаду, и такая, давай купим, давай купим. Короче, мы купили по помаде с ней от Luxe Visage, и я так ей не пользовалась, и вот что-то вчера в коробке перебирала, и увидела её, и решила попробовать. Она, кстати, матовая, и она реально стойкая, потому что я ещё с утра её намазала, а сейчас уже третий час дня, уже три, и она до сих пор пока ещё на мне. Но я ничего не ела, вот, я только зашла вот перекусить, я взяла комбо, какой-то корейский рамён, в общем, покажу потом. Вот, и фанту я взяла отдельно, как прошаренная, знаете, такая, типа, напитки надо отдельно покупать. Сегодня такой солнечный день, и всё так классно, и всё так получается, просто прекрасно, прям как я планировала, я так обожаю. На этот раз у меня вот такое комбо, немножко кимпапа, чимчи и рамён. Мне кажется, в прошлый раз был сытнее намного обед. Только я вот не поняла, а вот это что за наебонус такой? Ну окей. Или предъявить, или окей. В общем, комбо был так себе, как-то, вроде всё как вкусно было, но я всё равно не доела, короче, оставила. Вот, сейчас выходила из Азия-мола, и девочки проходили, и у одной из них была веточка сирени в руке. И вот этот запах просто меня, знаете, отбросил в детство. У нас раньше сзади дома на пешпеке, у моего дедушки, у моего дедушки с бабушкой, сзади дома росла сирень, такое дерево было большое. Вот. Или это куст был, я не помню. Ну короче, запахи сразу отбрасывают какие-то воспоминания, если они есть. Новый ракурс. Все фотографируются на фоне тюльпанчиков. Просто балдёж. Ну конечно, это очень красиво. А там же какое-то дерево розовое. То ли это вишня, то ли что это розовым так прям цветёт. Даже не розовым, а каким-то прям лиловым. Мне вообще домой ехать надо, иначе я не уеду потом. Ну и прогуляться тоже охота ведь. Блин, какие они красивые, понимаете? Вот прям, прям как один к одному такие прям. Супер. Супер-бупер. Я тоже себя засниму вот так. Супер. Хотела показать, что я заказала в Озону. Вот посмотрите, это целая упаковка одноразового моего любимого дерьмового кофе. Здесь 50 пакетиков, да, 50 порций получается. Он обошёлся мне за пакетик 11 сомов. 10-11 сомов. Вы просто не представляете, как сильно я хотела этот кофе, да. Как сильно я вот, не знаю, я так хотела этот кофе. Но когда я его вот сейчас занесла домой, купила, да, как будто я больше не хочу его. Что за ерунда? Вот у вас бывает такое? Странно, да? Всё это время, пока я ждала этот кофе, я прям предвкушала, да, как у меня будет много кофе. Я буду каждый день пить мой любимый кофе. И теперь что? Странно. У людей старшего поколения есть такая привычка всё ставить вот так вот вниз головой. Особенно вот кружки помоют и ставят их на абсолютно такую ровную поверхность, так вниз головой. Для меня это всегда было так нелогично. Я вот думала, ну зачем так делать? Потом ведь, когда эту кружку берёшь, там внутри такой затхлый запах, да, всё тухнет. Но мне всегда говорили, нет, нет, мы так всегда делали, типа, чё ты звездишь? И недавно я доказала свою теорию. Лимон, который вот так стоит, он очень быстро начинает плесневеть. Вот такие вот дела. А когда он стоит вот так у меня, он никогда не плесневеет. Ребят, это анекдот. Я включила фильм, называется «Замёрзшая из Майами». Сначала я смотрела его в дубляже, теперь я включила на английском. То есть, оригинал плюс русские субтитры. И посмотрите на это. Ааа, что? Каким образом Фёрги стал Аллой Пугачёвой? Это что, такая, типа, адаптация под местных? Это вообще очень странно. Причём, до этого было, типа, она встретила в ресторане Джастина Тимберлейка, и он оставался Джастином Тимберлейком. Но Фёрги, они, наверное, подумали, типа, хм, кто знает Фёрги? Да нахрен никто. Поэтому мы сюда впихнём Аллу Пугачёву. Вышла из озона, сейчас забрала чайник, такой вот заказывала. Дома распакую и покажу. Наш чайник просто уже наладан дышать. Он уже развалился весь, поэтому я решила новый заказать. Не ждать, пока совсем останемся без чайника. Итак, ну что, are you ready? Are you ready, Daddy? Короче говоря, чайник должен теперь отрабатывать то, что я на него потратила. Но я его уже проверяла, и на пункте я специально принесла бутылку воды, налила, там проверила, всё сработало. И, кстати, он, конечно, намного тише, чем наш прошлый чайник, поэтому очень даже ничего. Уже какой месяц с начала года я говорю о том, что нужно включить какую-то физактивность в свою рутину. И хотела вам это снять. Но всё как-то никак не получалось. То лень, то ещё раз лень, то опять почему-то лень. Ну, короче говоря, вот, я всё-таки решила на ваш суд выставить свои скромненькие тренировки. Это просто смесь всего того, что я делала раньше в спортзале, растяжка там, которую мы делали перед бассейном. Что я хочу сказать? Когда ты постоянно ждёшь какие-то идеальные условия, когда у тебя не будет бардака или ещё что-то, потом ты снимешь, потом ты сделаешь, то никогда не будет идеальных условий. Я всё искала какой-то хороший ракурс, а потом поняла, нет никакого хорошего ракурса. Все ракурсы хуёвые, поэтому вставай и делай. Это всего лишь моя вторая тренировка, поэтому мне тут тяжело, и я даже временами ору, когда мутузю эту резинку. А теперь у нас с вами магазин на диване. Так, Лифчик, ты чё тут делаешь? В общем, у меня есть вот такой рюкзак. Он абсолютно новый. Это Lenovo Legion Gaming Pack называется рюкзак. Он идёт для ноутбука, по-моему, диагональю 15 с лишним дюймов. Это очень классный рюкзак, но для таких коротышек и малышек, как я, он, конечно, огромный. Вот, вдруг кому-то из вас нужно. Он абсолютно новый, ещё раз повторюсь. Он был в таком пакете и в коробке, по-моему, вот. Но у меня, конечно, ни пакета, ни в коробке не осталось. Если вам нужно, то, пожалуйста, напишите мне в комментах. Как-нибудь свяжемся. Если вы в Бишкеке, кстати. Тут на Мишка свою еду ест. Но я вам хотела кое-что другое показать вообще-то. Вот я вам показывала тюльпаны, а сегодня я пришла, а тут вот такие растут. Я не очень поняла, кто это. Или это завявшие вот эти тюльпаны, или это какие-то новые тюльпаны, новый вид какой-то. Или это вообще не тюльпаны, ребят? Ну, вроде бы, ножка вот эта тюльпанья. Ой, ну это вообще какие-то странные, какие-то такие зубастые тюльпаны. Не, ну они тоже, конечно, красивые, но всё равно. Я как-то сначала не поняла, это что, думаю, такое. Вот, а эти тюльпанчики до сих пор, вот уже сколько дней, радуют глаз. Я сейчас сидела и поняла, что у меня шапоголизм, наверное, какой-то, потому что я не могу даже дня прожить без того, чтобы что-нибудь не купить. Какую-то мелочёвку, да надо мне купить. Какую-нибудь ерунду, ну нужно мне купить. Я опять кое-что заказала на Валверис, и скоро оно придёт. Ну как скоро, до Бишкека она довольно долго всё доходит, но всё равно. Вот. Каждый день я себя уговариваю, ничего больше не заказывай, ничего больше не покупай, что ты делаешь. Но всё равно что-нибудь я заказываю. И знаете, я подумала, чем мне нравится жить в Южной Африке, а тем, что там у меня никакого нет подобного сервиса, типа там Валдберрис или Озон, или что-то подобное. Никаких интернет-магазинов, и ничья карта никуда не привязана. Поэтому всё, что покупается, покупается нами вот в физических магазинах, куда мы ездим крайне редко, и покупаем только самое необходимое, потому что туда я езжу с мужем, да, ну вы понимаете, да. Поэтому там у меня просто нет возможности покупать дерьмо. Вот бы и здесь мне так. Потому что, знаете, на самом деле, если так вот прям прикинуть, да, объективненько так вот прям подумать, отбросить все эмоции и лирические вот эти вот моменты, всё это не особо-то и нужно, всё это не особо-то и жизненно нахрен необходимо, но всё равно хочется какое-то дерьмичко купить, да, какое-то вот дерьмецо надо заказать. Вот. Но меня это, конечно, ужасно убивает. Что-то вообще сегодня целый день я чувствую себя не очень круто, погода меняется, и по традиции голова мне болит. Я поехала делать сегодня, подавать на загранпаспорт и отказалась в итоге и пошла домой, потому что я выдавила прыщи на лбу, и они сказали, что старая фотография не прокатит, и нужно делать новую. Я когда на себя глянула в зеркало, там вот в комнате, где они делают фото, там у них свет туда-сюда, я так ужаснулась и сказала нет, развернулась и поехала домой. И, короче, получается, с утра всё пошло не по плану. Дети там орут за окном. Короче, получается, что с утра всё пошло не по моему планчику, и я уже вся, ну, короче, сбита была с толку, расстроилась, и такая еду домой, вообще уже без настроя. Вот. Погода была сегодня просто ужасно жаркая. Я не знаю, наверное, я ещё и на солнце там перегрелась, не удивлюсь, если, да. Но я зашла в Дан-Дан. А, ну я сделала некоторые дела, да, я заплатила налог на приусадебный участок, Лёшкин кот здесь, за маму. И хоть что-то я, получается, сделала. И пока я там была, в центре, я зашла и поела немножко роллы. Да, и моё настроение улучшилось. Я хочу закончить это видео, сказать вам ещё раз спасибо, что вы смотрите, подписываетесь и что-то комментируете. Если вы хотите высказаться, пожалуйста, не сдерживайте себя, высказывайтесь внизу в комментариях, окей? Ещё я хотела сказать, что я, наверное, не буду так часто выпускать такого формата видео, потому что, наверное, это неинтересно, каждые три дня смотреть просто на то, как у меня проходят дни. И в следующих видео я буду как-то экспериментировать, смотреть, что лучше снимать, что не лучше, вот, что там как получается. Такие вот дела. Ещё раз вам спасибо. Спасибо, что посмотрели и это видео. Если вы до конца его посмотрели, то вы вообще мой герой. И всем пока. До следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok